Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. И сегодня мы поиграем вместе с вами в Бедвардс. Ну, на сервачке, там, немецком. Вы, конечно же, если хотите поиграть, на нём тоже заходите. Айпи я оставлю обязательно в описании. Бедвардс понравился мне очень режим. Наверное, сделаем его на Кристалликсе. Тем более, вы сами просите. Вы прямо в комментариях мне всё заплудили. Бедвардс, это Кристалликс. Бедвардс, Бедвардс. Вот так вот прямо. Вау, прикольная карта, я на ней ещё не играл. Здесь по 6 человек в команде. 2 трейдера. Как здесь получать? О, они, видимо, приплывают, да? Вот этого я ещё не видел. Ну ладно, пусть наши чуваки пока получают. Там сверху нельзя, в случае, получить ещё где-нибудь халяву. Нет, здесь наша кровать. Кстати, кровать очень хорошо расположена. Мне просто на многих картах... Ой, тут прям золотой слиток получил вроде. Тут, 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 тут. Это очень хорошо. Изначально иногда бывает из этих штучек выпадают железные золотые слитки с каким-то там рандомным шансом. Так, ну что, что же я с самого начала возьму? Я с самого начала буду брать блоки. Естественно, это для Бедварса вполне нормально брать блоки, чтобы строиться к островам. О, там железо, если так видите, что кому-то он там утёк, вот золотую кладу утёк. Блин, здесь то, что здесь 6 человек, просто нереально что-либо получить. Но я... Так, а как здесь? Здесь только центральный остров получается и больше... А где железо получается? Здесь обычно на островах есть меж такие островки, в которых можно получать железо. А я здесь таких не вижу, то есть тут только центр? Ммм, интересно. Такого я ещё не видел. Ладно, давайте начнём строить уже к центру нашу с вами тропинку. Вот этот чувак бы, если бы мне помогал в том плане, делал бы здесь заборчики или что-то ещё, это было бы здорово. Но, я так понимаю, мои союзники не настолько умны, чтобы делать такое, поэтому не буду я сильно на них... Да, видите, они просто собираются делать прямую дорогу, но это минус, потому что те, кто первые получат лук... Вот из-за того, что они все сейчас пытаются одеть шмотки, что-либо ещё, и не строят дорогу, вот эти чуваки, и тупо набирают себе этих кирпичей, которые поначалу лучше сразу же строить мост, мы теряем кучу времени. А если бы мы первые простроились туда, получили золото, сделали бы луки, мечи хорошие, вот как те ребята уже воюют там за это всё, то у нас был бы шанс. Ну ладно, я быстренько строюсь по-фасту, я ведь быстрее здесь остальных строю, блоки, не знаю, но надеюсь, за меня играют нормальные ребята, я знаю, что за синих играет просто жесть, там было в команде три випа, ну таких золотых ник, я не знаю, что это за випа такие здесь, я здесь привилегий, их не разбираюсь, вот, но и когда все команды были заполнены просто, реально там было просто всё забито. Возможно, железо где-нибудь здесь сверху спавнится, а вон какой-то железный блок, да? Нет? А, это мраморные блоки, ну ладно, я просто думал, друг, друг, здесь где-нибудь в другом месте всё, фу, железо, золото, офигеть здесь, он, кстати, здесь очень часто так притекает, я заметил, вообще здорово. Так, ладно, первым делом берём шлем, штаны, ботинки и, я думаю, нагрудник, с нагрудником будем дольше выживать, не знаю даже, куда потратить этот золотой слиток, наверное, куплю сундук, потому что, а, сундук железный, да? Это чё, тим, тим кейст, ну я, я, я таким не пользуюсь, ладно, золото не буду тратить, куплю себе ещё еды, и, а, за железо можно было бы оружие купить, чёрт, а так придётся бегать с палкой. Нужно целых пять золотых слитков, может быть здесь будет железный слиток, ещё один мне, вот, а вот этот железный слиток мне поможет с нормальной пушкой прийти на мид. Даже два железного слитка мне дали, а, хорошо, покупаю оружие, к нам уже сюда идут, видимо, хотят сломать нашу кровать, он, ой, молодцы, ребята, с сундуками заделали путь кровати, я не знаю, кто это из наших сделал, но, благодаря ему мы сейчас живы. Чувак, вот, чувак, ну вряд ли ты смотришь это видео, но тебе вообще респектуха, братуха, реально. Так, шесть этих берём, и кирку, мне нужна кирка хотя бы. Отлично, синюю команду уже разбомбили, мы не синим и красным, офигеть, уже синяя команда проиграла, дорогие друзья, вот так вот быстро всё происходит, блин, я даже ничего не успел сделать, я тоже хотел поучаствовать в этом всём, я вроде искал, что не слоупоки, но из-за того, что я изначально не получил ресурс, я сейчас очень много времени просрал. Ну, ладно, ничего страшного, хаваем и идём на центр, я бы, конечно, сделал ещё вот такие вот бортики, чтобы когда у нас стреляли из лука в будущем, мы не упали, но, видимо, все на это насрать, там внутри, прикольно выглядит, как будто какой-то аппарат с шариками, знаете, прикольная штучка, интересненькая. Все убегают отсюда, видимо, золото как раз таки получается там сверху, и там находится синий, я бы хотел, о, 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 нет, зелёный, зелёный, твою мать, не смечай, он на него напал, а с яблоко, это плохо, давай, 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 отлично, его убил. Кстати, здесь дроп с чуваков не дропается, это даже хорошо, потому что, о, тут уже стреляет из лука, если у меня сейчас попадут, у меня будут проблемы. Так, ладно, я поднимаюсь наверх, мне нужно получить ресурсы, я, наверное, закрою всю эту площадку, здесь ещё один зелёный, мать твою, аааа, как я не ожидал этого зелёного здесь увидеть, если честно, дорогие друзья, вот в два зелёных там сверху был ещё один, не посмотрел, не посмотрел, из этого зафейлился, жёстко зафейлился, блин, тут столько железа дают, вообще жесть, эта карта реально какая-то жёсткая, просто здесь всем тебя напичкивают с самого начала, блин, круто, круто, мне нравится. Так, железо, нагрудник, золото прямо у меня в карман, а, блин, я взял жёсткий нагрудник, без того, чтобы взять нормальный меч, ну, тут железо прямо, и золото, ну, так можно здесь, можно лук купить, даже не хотя на остров, самый простой, маломальский, ёшкин ты кот, а там сверху у нас нормально всё застроено, да, вроде всё хорошо, блин, так надо подорачивать сразу же противников с таким затаром, блин, шесть слитков, я в шоке просто. То вон, можно пять слитков сразу же на мою меч накопить, но я возьму вот такое, за три слитка, это вполне неплохой меч, шарт нас два, это как обычный железный меч, так, четыре золотых слитка, это на обычный лук хватит, и на стрелу, я, в принципе, думаю так и сделать, потому что лук здесь, это хорошая вещь. Ну, а теперь я займусь кое-чем полезным для нашей команды, именно сделал хороший туннель, чтобы нас не скидывали другие лучники, потому что в будущем это будет проблема, и мне тут звонит на сотовый, слушай, какой, не знаю таких, ладно, делаю я нам заборчики здесь, очень это так дело опасно, но всё равно лучше уже сделать, чем не делать, и вот жаль, что я просрал кирочку, она бы мне сейчас не помешала вообще. Но нашим чувакам вот этих заборов хуже точно не будет, и у нас один дливнул, у нас потому что пятеро синих, синих, кстати, видите, я говорю, они тимы играют, они хоть просрали кровать, наверное, из-за того, что дрались, потом сколько чего получат, и протупили, никто этот кровать не защитил, все начали в себя развиваться, вот, и поэтому, видно, и всё равно шесть, они ещё могут выиграть, да, они ещё могут так подкраться где-нибудь там, взять как бы туннель незаметный, там, снизу, сверху, сбоку, и напасть, да, 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 напасть, и сломать чужую кровать, не думаю, что этими кем-то будем мы, вот, чувак здесь какую-то башенку, не знаю, построил, не знаю, зачем, наш причём, он голый, беззащитный, человечишка, которого могут убить, но я к ней пристроил вот такую вот пристроечку из стен, и теперь более-менее мы здесь защищены, у него, кстати, тоже есть лук, там синий, смотрите, сбоку, нужно не дать ему уйти, о, молодца, просто, из лука по нему шмякнул, всё, парень, отправился в горы, там, кстати, сверху наши красные, я так понимаю, да, 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 там красные, они добывают золото, я не буду им мешать, а что у нас, кстати, интересно такое, вот, я надеюсь, там просто золото добывается, или как вообще? да, здесь просто золотой слиток, ещё один, а я, кстати, не купил себе ни еды, ладно, я валю отсюда свалю в нашу сторону, кстати, а, вот у синих уже двое осталось, видимо, у нас синих, когда вот кто умирает, я заметил, частенько только бывает зачем он меня стреляет, чувак, я свой, алё, с добрым утром все эти постройки, я не понимаю, зачем они сделаны, ладно, желтых, кстати, тоже двое осталось, у них просто ливнули люди, наши самые главные противники, это, получается, зелёные зелёные и они меня действительно напрягают, ух, ни хера, а тут ресурсы жесть, просто жесть я буду играть на этой карте всегда, она реально крутая, здесь куча народу, прям, как ваникель, сейчас здесь кто-то построил двойной сундук я раскидываю сюда, пожалуй, ресурсов, пусть наши тоже пользуются, мне, честно, не жалко охренеть они тут наделали, слышь, чуваки, вот они молодцы, кто-то здесь королит базу, я бы, наверное, бы покоролил базу, но вам это будет не слишком интересно, поэтому я лучше пойду в бой возьму кучу стейков и тоже кину их в сундук сразу же, так вот, распределю их по пять боже мой чтобы людям было удобнее брать, я сам возьму отсюда тоже пять по шесть так закину, всё, отлично людям, думаю, будет нашим удобно так, сейчас ещё возьму себе герочку золотых слитков, офигеть, как много золото сюда кину, восемь золотых слитков, отлично ааа, это ещё насобираю, блин, я даже отсюда уходить-то, если честно, не хочу, здесь так меня кормят щедро, я отвечаю просто жесть, десять золотых слитков, а то можно купить зелий силы и сейчас рашунуть под силкой и скоростью так, знаете, что я сделал, блин, столько слитков, я, наверное, сейчас себе куплю топовый лук потрачу все золотые слитки команды, но куплю себе топовый лук от злой оставлю здесь, естественно, для своих тиммейтов я пока, грубо говоря, так, на страже базы слишком далеко красный, вот, оптифайна у меня на 1.8 нет, надо было поставить, чтобы можно было приближать а то как-то без этого, ну, уже непривычно я привык, что можно приблизить там, посмотреть ну, железо у нас, конечно, дофига это вот реально такая крутая карта и как она называется, это я уже забыл я бы вам так сказал, на самом деле, но с первого схода-то я не вспомнишь ладно, после пока что можно покупать, здесь я обычно так сильно не смотрел TNT, это вроде Куратов Ender Pearl за 13 интересненько интересненько, все, 13 золотых слитков куплю себе лук главное не слиться с этим луком, если честно если я с ним сольюсь, это будет просто Epic Fail отличает, так, ладно, скидываю сюда свой лук стрелу оставляю, этот лук у него просто есть панч вот этого лука, почему я его хочу себе взять, у него потому что есть панч а панч это реально крутая тема сюда, сюда, сюда а, и я, наверное, возьму себе еще кирку сейчас железный слиток, как раз я возьму а, блин, мне же нужен нормальный меч ладно, кирочка, вот, золотой слиток один у меня вроде он есть вот с такой киркой вообще все на изи ломается ну, знаете почему че, такие молодцы, что сделали в сундуке потому что порта тут не дают вот смотри, я сейчас покажу оп здесь они не обделались с сундуками, и получается сюда никак не пройти потому что сундуки мешают просто-напросто мешают сундуки, которые ломать очень долго надеюсь во вражеских тимах до этого люди не додумались но я во всем случае это рассчитываю ну, тут такая башенка, если я могу так встать и отстреливаться от зеленых и от кто-то у нас еще есть сейчас сюда просто кто-нибудь стреляет из самого мощного лука и я падаю которая с панчем потому что лук с панчем здесь действительно, здесь даже на миде-то нет смысла, наверное, идти потому что золото на базе идет просто горой если вот так вот я в соло стоял и получал на халяву ресурсы то и другие так же могут делать это вообще изи 3 голд сходи на базу, там, наверное, уже штук 10 голд лежит реально хорошо, что я, если, наконец, взял киркот а без кирки прямо всегда даже вот на бедварсе неудобно чувствуется все, наши абсолютно заварили центром то есть мы на центре слева вон зеленые с той стороны кто у нас тут синие стреляют смотри-ка, засранцы блин, тяжело так стоять на такое расстояние о, отлично, попал а у меня-то панч еще и дэмэдж хороший думаю, он не хочет связываться с таким дэмэджем лука, кстати, надолго хватает о, я даже еще раз попал ну ладно, ты чё парень попутал что-ли? убегает, смотри-ка отлично, раз, сейчас скину аааааааааааааааа Хорошо. Лук-то на панч у меня. Слил. Ну, басов. Задюк подстреляет. Да ладно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Синие засранцы, наверное. Подпали для меня. Хорошо. Хорошо. Молодых чуваков нужно разбирать, которые зелёные. У нас, кстати, на базе никого не осталось. Это очень опасно. Вот эти синие, они там хитрые. Построили себе какую-то защиту жёсткую. Это жёлтый. А, нет, вот синий там, да. У жёлтых вообще два человека, но они обрубились. Они просто построились из замок. Они, видимо, атаковать не пойдут. Я, кстати, мало блоков купил. Надо будет сейчас за ними, наверное, сбегать. Хотя я хочу здесь наверх посмотреть, как там сверху всё дают. Блин, не посмотреть, да? Ну и ладно. Сбегаем на базу сейчас. Тут-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну-ка, так и делаю. Я вот сейчас тут прыгаю. Один раз с панчем попасть. То есть на панч лук. И всё. И до свидания, демастер. Вот, чуваки уже оделись. Вот, наверное, всё по сундукам опять раскидали. Да? Золото, железо. Не, золото кто-то всё потратил. Но это, в принципе, не беда. Мне, честно, не жалко золотишко там нашим союзникам. Но я вот, потому что пока они там мутили всякие мутки, я тут неплохо так развивался. Нужно побольше блоков. Так, тинтишечка нужна будет, наверное. Ну, это потом. Это всё потом. Сейчас я возвращаюсь к нам на базу. Ну, то есть на мид. Потому что мид наш. Крым наш. Ладно, неважно. Вот, тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опять всё пообрубал. Неких заградок даже нет. Если кто-то побежит, то он сразу же умрёт. Если кто-то стреляет, то звука, естественно. Из недоброжелателя. Ну, я это всё сделаю. А заботливый демастер всё сделает. Не беспокойтесь. Чё? Чё поделать? Своей недо тут стреляет прям по мне, мне кажется. Это опасно. Тут, может быть, панчем, наверное, выкинуть далеко и надолго. Так, построим небольшую крепость. Вот с такими вот окошечками. Дизайник. Какой дизайник? Боже мой, на Бэдварсе фигнёй страдает. Нет, из-за того, что здесь слишком много народу, очень тяжело. И из-за того, что здесь нет побочных островов. Кстати. Кстати, хорошее замечание. Из-за того, что нет побочных островов, очень тяжело, очень тяжело. Пробраться на вражеский остров. Вот, честно, он, смотрите, он пробрался сюда и поломал моё, моё творение. Вот бомжара, а? Ссаная. Вот, боже мой, чё-то я здесь строю. Но постепенно они дают мне к ним пробраться. И главное убить зелёных. У них там... Ёб! Твою мать, синие ублюдки! С такими вещами меня скинули! Нет! Мать твою, синие! Я ненавижу всё синим смерть. Смерть синим. Просто смерть синим. Вот этот синий, он бил троих наших. Охренеть, просто не встать. Так, самый чёткий нагрудник берём. Тут сразу же меч можно взять. Но он дерьмовый, поэтому я возьму меч получше. За железо... Не за золото, а вот за железо. За железо. За нормальный меч такой. Шайт минус два. Не за... Так, чё у нас тут есть? Ещё можно взять кирочку. Каменная тоже, в принципе, сойдёт. Я такие шмотки бросал, ребята. Честно. Я расстроен. Мой, кстати, лук на инфинити. Один голд. И старый лук получается. Уже дерьмовенький. Но лучше уже дерьмовенький лук, чем вообще ничего. Кстати, оп. Оп. Так, броня зато, в принципе, неплохая. Но, я говорю, вот этот лук, который на панч, он очень читерный. И вот так вот его обузить, это хорошо. Те кто-то так делают, они молодцы. Вот меня сейчас скинули, тот чувак молодец, который меня скинул. Потому что... Ну, потому что я дурак, что не смотрел, ничего не делал. Вот, и поэтому я зафейлился. А он молодец. Я его могу похвалить, потому что я понимаю, что это была моя ошибка. Я забыл купить 5-5 еды, но, слава богу, здесь стейки есть. Опять штук с собой возьму. Кто-то решил забрать с собой сразу же несколько стейков. Зелёные, вот они почему-то... Я не знаю, что они пытаются сделать, но... Теперь я просто ненавижу синих, и поэтому, в принципе, к зелёным у меня больше претензий нет. Но вот у меня такое ощущение, что только я начну строиться к синим, как синий сразу же бомбаром-бомбом, и меня тоже поубивают. Потому что они там не дураки. У них у всех там уже луки хорошие. Все дела. Тут какой-то туннель поверху сделан. От синих, видимо. Так, так, так. По этим шарикам сюда. Сейчас, стекло можно ломать? А, вот, ну что сделал. Понятно. О, нифига, спаси золотых слитков. Охренеть! Охренеть! Так, я накопил себе уже на лук. Отлично. Отлично. Так, слышите, че ты там наши чуваки золото просто не таскают? Потому что золото, да хрен миллион. Ведь, блин, эта карта, мне кажется, станет ну очень долго, дорогие друзья. Вот, но я все равно ее досниму. Я хочу ее доснять. Синие, конечно, устроили такую подставу жесткую. У нас один тоже левнул, и сейчас самая большая угроза это зелено. Я на самом деле не понимаю, почему синий скинул меня Если бы я бы пошёл убить зелёных У них была бы возможность напасть на красных Но так получается, что синий На самом деле, вот он реально дурак Он бы мог позволить мне драться зелёными И если бы я за них убил зелёных То им было бы намного проще Так что тут я вообще не понимаю действий Со стороны синего Это было как по мне глупо Он просто сагрил меня на них И теперь я зол на них Естественно, я буду с ними драться О, взялся хорошие шмотки Сейчас опять их прослу, наверное Лук суда, скинем Возьмём это и вот это всё Теперь я хорошо обмонтированный боец Который может пойти и надавать люлей В этот раз будем предусматривать стрельбу со стороны синих И будем делать заборчики от моего пути Я буду делать забор И всё равно пойду к зелёным Потому что их всё-таки шестеро Синие, хоть и не хитрые и мощные Хотя к синям, наверное, тоже стоит строиться Ну сразу же вот так вот, наверное, делать стоит Они где-нибудь в чинспике или в скайпе сидят Мне-то по ним удобнее попадать, чем им по мне Хотя это довольно-таки спорный вопрос Сейчас мы их задвинули слегка Ну а теперь пора строиться к ним Собака синяя Думали, чё это? А, да, с синим это всё проще Да, почему это я сразу же не пошёл на синих Если синего убить, то Получается, он же умрёт навсегда У них кровати-то нет Блин, действительно, как же я сразу же об этом не подумал Нужно сразу же идти к синим А не париться вот с этими зелёными Убьём синих, значит, победим То есть из нас останется, по сути, один враг Жёлтые, я не знаю, что там вдвоём делают Но они построили уже какую-то адскую крепость неподходимую Не знаю, зачем это извращение Но они это решили сделать А, зелёные решили помочь своим друзьям синим Как они в прошлый раз помогли им, да? Где там? Откуда стреляют-то, ублюдки? Так, по синему хорошо досталось Не понимаю, вот эти зелёные и синие Они реально как будто бы объединились И такие, да-да-давай, вы будете мешать им пробраться А мы будем... Нас вообще четверо, а их сумеют А зелёных шестеро Я не понимаю, почему они до сих пор не нападают У них там уже золото должно было скопиться Прям миллион И кто-то здесь ломает блоки У меня такое чувство, что они как будто бы сами исчезают со временем Четыре золота и ещё четыре Восемь, неплохо золото У нас эта золотая шахта, которая здесь Она, конечно... Дофига золота приносит К счастью У меня, кстати, лук слабый довольно-таки Почему? Стрела чуть левее летит Всё, отлично Теперь чуть правее Нужно на самом деле реально гнобить синих Потому что у синих-то... Фух, ёптвою мать Потому что у синих нет кровати И их слить проще всего получается О, отлично Слили ещё одного синего Хорошо Замечательно Скоро синих вообще уже не будет Попадай в эту дырку-то, ё-моё О, хорошо попадаю Надо отойти Опасность? Да, мастер, опасность, да? Яйца-то загорелись Ладно, ребятки Давайте поднимемся чуть выше Подняем ещё золото И доберёмся до базы Купим еды и так далее У синих, слава богу, стало намного меньше Когда мы убьём синих, будет намного удобнее Потому что, видите, и зелёных, и синих тяжело убить Потому что они друг другу помогают Зелёные пытаются скинуть нас И синие пытаются скинуть нас Когда мы нападаем на зелёных, либо на синих Они как будто бы помогают друг другу Вот в чём дело Да это довольно-таки дерьмовая ситуация Скажу я вам, дорогие друзья О-о-о Оп Поднял золото Вообще нормально 16 золота Хрени Хилки О-о-о Мужик, мужик Смотри, тащат хилки Они молодцы Мои союзники, они реально молодцы Они закупаются, что-то делают Перетаскивают на центр Здесь мы будем биться Но с другой стороны Что-то тут взорвалось Жёлтый там, капец, базу построили Это жестяк Это реально просто жесть До 12 золота Закину сюда ещё 28 золота В принципе, я могу себе за одно золото Купить нормальную кирку Думаю, никто из моих не будет против Что я это решил сделать Вот она Чё ещё можно за золото такое купить Полезное Так, зелье Какие здесь есть зелье? Опа 7 железа А, 7 железа у меня есть Это я возьму на крайний случай Тогда получается На случай пвп 20 золота ещё возьму для личик Просто я, как никто другой, знаю Что такое в Майнкрафте Зелье силы И я очень часто вам это показывал Ну, естественно, вы понимаете В аннигилейшине Вот, что Как это работает Почему это помогает И я думаю, если кто-нибудь спорит Что взять зелье силы Даже на Бедварсе Где тебя могут скинуть Это полезная вещь Потому что если всё-таки добегу Добегу, да Именно добегу Я начищу им лица Зелье силы Они вообще даже ничего сделать не смогут Тем более я сейчас В топовой броне И, ну, в топовой, которая может бить на этой карте Вообще на Бедварсе получается Так, что проблем быть не должно Можно ещё сейчас даже золотое яблочко купить Но это уже мелочи Золотое яблоко я, естественно, брать не буду Скорость возьму вот здесь силку Поставлю здесь, там вот хилки выставлю И нормальный кирку Масрирон Безулет